В эфире криминальные новости, это проект Зона Икс. Я Карина Пашкова. Здравствуйте. И сегодня в программе. Когда желание не совпало с возможностями, а может его и не было, обещала визы, страховку и запчасти из Европы. Брала деньги, но дальше дело не шло. Задержать наркозакладчиков помогла девочка-подросток в Могилеве. СК поделился подробностями расследования дела. Помощь рядом милиционеры спасли мужчину от необдуманного шага и не позволили ему совершить суицид. Жительница Слуцка обзавелась потенциальными клиентами, обещая им оформить туристическую визу или страховку и доставить любую запчасть для машины из Европы. Настойчиво брала за это деньги. Но то ли желание не совпало с возможностью, то ли его и вовсе не было. Ко второму варианту склоняются оперативники управления КА. Они уже наведались к 28-летней девушке. Теперь она фигурантка уголовного дела за мошенничество. Милиции известно как минимум о четырех потерпевших из Брестского региона. И это может быть не предел, уточнили в ведомстве. Размещала на площадке Телеграм объявление о том, что я могу сделать страховку, привезти запчасти из Европы. Програла за это деньги и ничего не делала в итоге. В ходе переписки женщина предоставляла реквизиты банковской платежной карты для предоплаты за услуги, после чего прекращала общение. Сотрудниками милиции устанавливаются иные потерпевшие, в том числе в других регионах Республики Брест. 10 тысяч долларов и молчание столько попросили телефонные аферисты у пожилой пары из Минска за спасение дочери. Супругам сообщили, что их родственница якобы спровоцировала серьезное ДТП. Чтобы освободить ее от наказания, нужно заплатить. Классическая игра на чувствах. Испугавшись, пенсионеры поддались на обман и собрали свои сбережения. Забрать посылку приехал водитель одной из служб доставки. Раздался звонок на квартирный телефон. Так как, чтобы лучше слышать, включаем обычно громкую связь. Поэтому жена начала разговор, но я все слышал. Открывается лифт. Выходит с лифта парень с корзиночкой доставка пищи. Яндекс, по-моему. Я забрал деньги. Точно скажу, не понял. Ну, 500 долларов там была валюта и 6 тысяч белорусскими где-то так. Я их отложил. С утра приехал в этот Ваня. Сказал, сейчас еще привезутся под деньги. Ранее пособник аферистов забрал около 17 тысяч рублей в эквиваленте у двух обманутых пенсионерок. Часть умен успел перевести на счет куратора, а часть хранил по месту работы. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Напоминаем, лица, выполняющие роль курьеров и иных посредников, наравне с другими участниками преступных схем, несут уголовную ответственность и обязанность по возмещению материального ущерба. Уговорила не переводить деньги мошенникам. Витебский милиционер сэкономила женщине 5,5 тысяч рублей. Во время дежурства в банке сотрудник департамента охраны обратила внимание на взволнованную пенсионерку. Она постоянно говорила по телефону, подошла к терминалу, достала пачку денег и попыталась их положить на счет. Милиционера насторожил тот факт, что женщина действует будто бы под диктовку. Граждане не хотят идти на контакт с сотрудниками органов внутренних дел и сотрудниками банка, потому что они запуганы, им говорят, что за разглашение информации их ожидает еще и денежный штраф. Милиционер подошла к пенсионерке и поинтересовалась, что она собирается делать. А услышав историю о том, что клиент переводит деньги на безопасный счет, смогла убедить 64-летнюю женщину, что это мошенники. Пенсионерка передала телефон милиционеру и почти сразу звонок прервался. О происшествиях по линии спасателей далее в эфире. Материал подготовил Александр Камович. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной трагедии в Уздинском районе. Там на пожаре погиб мужчина. Инцидент произошел в агрогородке Хатляны накануне ночью. Когда пожарные прибыли на место, из-под крыши строения шел сильный дым. На первом этаже в комнате на полу огнеборцы нашли, а после вывели на улицу сына хозяина дома. На втором этаже спасатели обнаружили погибшего брата, спасенного во всех обстоятельствах ЧП, разбираются специалисты. В Могилеве соседи спасли двух братьев из огня. Инцидент произошел в одной из квартир на седьмом этаже дома в областном центре. До приезда подразделений МЧС жильцы дома из горящей квартиры вывели двух людей. Пострадавших передали медикам. Старший из братьев был госпитализирован с отравлением продуктами горения в тяжелом состоянии. В результате пожара повреждено имущество в кухне. Предварительная версия ЧП – короткое замыкание. В городокском районе горел дом. Спасатели обнаружили труп мужчины. Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре нежилого дома по улице Северной в деревне Вировля. Когда спасатели приехали на место, дом был объят пламенем. Во время тушения огнеборцы нашли тело мужчины. Предварительно местный житель залез в чужой дом, а пожар возник из заброшенной непотушенной сигареты. Пожарный извещатель спас семью в Вороновском районе. Пожилая мать и сын на ночь протопили печа. Под утро сработал датчик. К этому моменту весь дом заволокло дымом. 42-летний мужчина вынес на улицу пенсионерку и вызвал спасателей. А до их приезда сам пытался потушить огонь. Причиной ЧП, скорее всего, стали горючие материалы, которые лежали на печи. А после загорелись. 69-летнюю пенсионерку для наблюдения доставили в больницу. Задержание вооруженных преступников, освобождение заложников, безопасность людей во время массовых мероприятий и охрана общественного порядка в самых неспокойных точках. Бойцы отряда милиции особого назначения. Они там, где сложно, опасно, но необходимо выполнить любую задачу. Чтобы достичь такого уровня профессионализма, бойцы проходят серьезный отбор и уже в отряде тренируются ежедневно. Агентство теленовостей подготовило серию фильмов о службе милицейского спецподразделения Беларуси. О том, как тренируются, готовятся и работают в реальных условиях. Существуют ли отличия в зависимости от региона. Авторы расскажут и покажут в проекте «Работает ОМОН». И в первой серии наша съемочная группа отправилась в Гродно. С учетом того, что мы находимся на пригранище и наша область граничит с двумя сопредельными государствами, у нас тесно настроено взаимодействие с органами пограничной службы, что позволяет нам выполнять задачи на самом высоком профессиональном уровне, как это показало у нас практическая составляющая в 2020 году, когда мы провели мероприятие по организации и проведению охраны правопорядка на границе, когда у нас был поток мигрантов. Расположение именно лесисто-болотистой местности – это подразумевая по собой притяжение для различного рода правонарушений. Браконьеры, контрабанда. Прервемся на рекламу. Через несколько минут мы продолжим. Это программа «Зона Икс» и мы продолжаем наш выпуск. Девочка-подросток в Могилеве помогла задержать криминальное трио – сбытчики психотропов под стражей. СК завершил расследование дела в отношении троих закладчиков наркомаркета. Задержась последних помогла студентка колледжа. Это было осенью прошлого года. По данным следствия, 15-летняя девушка вечером выгуливала собаку во дворе дома, когда обратила внимание на двух мужчин. Они вышли из-за угла многоэтажки. Юную леди насторожило поведение фигурантов. Один из мужчин подошел к окну апартаментов на первом этаже и стал там что-то прятать. Второй в это время подсвечивал фонариком и фотографировал. Девушка позвонила на номер 102 и сообщила о своих подозрениях. Оперативно прибывший на ряд милиции задержал мужчин. Предположения студентки подтвердились. Здесь у одного из задержанных при себе правоохранители обнаружили психотроп. Также свертки были изъяты под окном многоэтажки и на съемной квартире фигурантов. Там же находилась девушка одного из мужчин. Как выяснилось, тоже закладчица. В итоге к распространению запрещенных веществ причастны оказались все трое. Это подтвердило и их переписка с куратором в мессенджерах. В ходе расследования уголовного дела были допрошены обвиняемые, проведены осмотры и обыски. Сотрудниками наркоконтроля и стойников и по временному месту жительства обвиняемых изъято более 200 граммов особо опасных психотропных веществ. Действия трех фигурантов квалифицированы как незаконный оборот особо опасных психотропных веществ в крупном размере в составе организованной группы. К ним применено меропресечение в виде заключения под стражу. При изучении личностей обвиняемых установлено, что 38-летний житель Пинска неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности, а также до 2018 года состоял на учете в наркологии. 37-летний житель Светлогорска ранее неоднократно судим, в том числе за незаконный оборот наркотиков. Согласно заключению судебной медицинской психиатрической экспертизы, он имеет заболевание с синдромом зависимости от алкоголя. 22-летняя девушка ранее не судима. Судебными экспертами исследовано кристаллическое вещество, изъятое в тайниках и по месту жительства обвиняемых. Установлено, что оно содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используя в медицинских целях, 4 СМС, общей массой более 200 грамм. На поверхности изъятых электронных весов экспертами выявлены следовые количества 4 СМС и альфа-ПВП. Милиционеры предотвратили суицид в Минске. Мужчина стоял на перилах пожарной лестницы одного из зданий в районе улицы Ангарской и грозился спрыгнуть вниз. Очевидцы сообщили об этом правоохранителям. И через считанные минуты спасители уже были на месте. Милиционеры после долгой беседы поднялись к нему и уговорили спуститься вниз по лестнице. Прибыв на место, милиционеры увидели мужчину лет 35-ти, который стоял на узких перилах, придерживаясь рукой за стену здания. Его положение исключало возможность подойти к нему незаметно. Патрульные долго беседовали с ним, пытаясь отговорить от необдуманного шага. Мужчина рассказал им, что находится в тяжелом положении, но так и не назвал причину, которая толкнула его на такой отчаянный поступок. Тем не менее, сотрудникам удалось уговорить Минчанина спуститься. Блок новостей от дорожной милиции прямо сейчас. Передаю слово Юрию Шевчуку. В Гомеле Ниссан столкнулся с БМВ, затем въехал в забор. Сообщается, что водитель на Ниссан при повороте налево не уступил БМВ. Основной удар перешелся в правый бок первой машины. У БМВ больше всего пострадала передняя часть. Кроме того, была снесена одна из секций забора. Автомобили в результате столкновения оказались на тротуаре. Водителя Ниссан с травмами доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой. Приговор суда по делу таксиста, из-за которого пострадали пятеро детей, вступил в законную силу. В июле прошлого года четыре девочки из деревни Чемерное решили съездить за покупками в Лельчице. Они позвонили знакомому 19-летнему таксисту. Водитель на Ниссан Альмера в райцентре отвлекся от управления и выехал на встречную. Чтобы избежать столкновения, он резко вернулся в свою полосу, но зацепил колесами обочину. В результате авто развернуло и вынесло на встречную, где в него врезался Volkswagen Golf. От удара такси загорелось. В результате ДТП четыре пассажирки такси, а также семилетний мальчик из Volkswagen получили серьезные травмы. Водители отделались ссадинами. Как было установлено, таксист превысил скорость на 20 км в час. Также сообщается, что водительское удостоверение молодой шофер получил лишь за год до аварии. На суде обвиняемый признал свою вину. Таксиста приговорили к двум годам колонии поселение с лишением водительских прав на пять лет. Сезон открыт. В Кобрине мужчина на мопеде попал под Ауди. По предварительной информации, вблизи дома номер 97 по улице Ленина водитель на Рейкер не уступил дорогу Ауди и врезался в нее. В результате ДТП 68-летний мотоциклист был госпитализирован. Немного не рассчитал с препятствием. В России водитель квадроцикла решил проехать через большую лужу, но немного не рассчитал со своими силами. В итоге и сам лихач, и его пассажир вылетели с сидения, совершили кульбит в воздухе и упали в грязь. Серьезно, мужчины не пострадали, но наверняка эту поездку запомнят надолго. А это кадры погони в Борисовском районе. Водитель Рено не подчинился сигналам инспектора ГАИ. Во время преследования 29-летний водитель остановил минивэн в лесу и попытался убежать. Также мужчина оказал неповиновение при задержании, а свидетельствование показало свыше 1,8 промилле алкоголя. Помощи много не бывает. Накануне в Гродно правоохранители искали пропавшую 79-летнюю пенсионерку. Воинская Кристина ушла из дома днем, и когда к вечеру домой не вернулась, родственники стали бить тревогу. Сотрудники охраны нашли женщину на остановке общественного транспорта. Медицинская помощь ей не понадобилась. Бабушку на патрульном экипаже доставили домой. И вновь стрельба в Филадельфии, и вновь на остановке перед учебным корпусом. Трое неизвестных из автомобиля расстреляли школьный автобус. Пострадали 8 человек. В одного из подростков попало 9 пуль. Он в критическом состоянии. Всего в сторону несовершеннолетних направили порядка 30 выстрелов. Полиция разыскивает нападавших. Такой была программа «Зона Икс» сегодня. Увидимся завтра на «Беларусь-1». Криминальные новости есть на YouTube-канале проекта. Также следите за нашим аккаунтом в Instagram. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова